Всем привет! И у нас с вами сегодня очередная распаковка. Вот такая посылка. Вообще она приехала уже достаточно давно. Все некогда было показать вам эту распаковку. Так лежала у меня под столом. Здесь у нас ультразвуковая ванночка. Как вы знаете из названия. Должна быть. По крайней мере. Давайте вытащим ее. И посмотрим. Точно. В коробочке. Дело в том, что не у всех продавцов. Даже за эту же цену или дороже. Вот эти ванночки продаются в коробке. Почему-то у многих они идут без коробки. Без коробки я покупать не захотел. Это стремновато. Тем более, что деньги те же. Вот и решил взять в коробочке. Вот такая коробочка. Коробку мы все равно, естественно, выкинем. Но в коробке это хоть какая-то гарантия качества. На мой взгляд. Давайте ее достанем. Очень давно хотел купить себе ультразвуковую ванночку. Но как-то все, руки не доходили. Упаковано достаточно хорошо. Пенопласт. Ну и чем еще хороша коробочка? Видите, заводской пенопласт все-таки гарантия, что при пересылке вам ее не разобьют. Коробочка это плюс. Вот такая ванночка. Здесь у нас крышка из нержавейки и покрыта вот защитной тоже. Пленка она одирается, выкидывается, для того, чтобы не поцарапалось при хранении, при транспортировке. Видите, отпечатки китайских пальцев. Да пусть будет. Беленькая тоже. Прикольно. Ну что, давайте посмотрим на нее поближе. Дадим модель KDA 968. Достаточно популярная модель ультразвуковой ванны, именно благодаря своей низкой цене. Ванна очень недорогая. И в то же время емкости этой вполне достаточно для большинства вещей. Единственный маленький нюанс. У этой ванночки, видите, здесь нету специальной сеточки. И это плохо. Эту сеточку придется делать самому. Многие ложат просто на дно очищаемые предметы. Так делать нельзя. Некоторые все-таки вырезают сюда какую-то решеточку из пластика. И укладывают предметы прямо на решеточку. Решетка лежит на дне. Это тоже делать нежелательно. Не рекомендую. Почему? Потому что эффект работы этой ванночки снизится. Почему это происходит? Потому что там на дне приклеен излучатель. То есть вот эта поверхность дна. По большому счету можно представить, как будто это у нас поверхность динамика. Но вот смотрите, вот у нас динамик. Когда вот этому диффузору ничего не мешает, мы отлично слышим музыку. Но стоит сюда положить какой-то предмет или пальцем прижать, и мы музыку с вами уже не услышим. То же самое получается и здесь. То есть вот это дно, оно вибрирует с определенной частотой на ультразвуковой частоте. И если мы положим сюда какой-то предмет, даже через сеточку, это все равно, что мы положим на динамик какой-то предмет. То есть вот эта частота уже изменится, и вот этого эффекта не будет. А предметы чистятся именно благодаря тому, что вот эти вот волны через жидкость, через моющий раствор, или просто вода, если просто воду залили, она отбивает грязь от всей поверхности очищаемого предмета. Поэтому для того, чтобы вот такие ванночки работали, это любые ванночки работали хорошо. Вот эта вот площадочка, решеточка, она должна быть подвешена на некотором расстоянии от дна. И вот дорогие модели, они идут уже в комплекте с такими сеточками, но и цена на те ванночки, она, конечно, в два, в три раза, а то и больше, выше, чем стоит вот эта вот ванночка. Ванночка, я повторю, это очень недорогая, поэтому отсутствие вот такой решеточки, я не считаю минусом, потому что такую решеточку можно изготовить самостоятельно. Какая-то букашка ползет, китайская, непонятная. Ну да. Китайозы заслали букашку. Давайте для начала ее включим, убедимся, что она работает, и потом разберем, посмотрим, что там внутри, и попробуем что-нибудь почистить. Первое включение. Засветилось power, заморгал светодиод, пошли кругляшки. Это говорит о том, что ванна готова к использованию. Мощность 30 Ватт, 50 Ватт. Значит, мы вот этими кнопками устанавливаем время работы, ну и, соответственно, мощность. Допустим, сейчас воды нету. 30 Ватт, мы можем поставить на, скажем, 9 минут. Включим. И она пошла работать. Вы слышите треск, площадка начала вибрировать. Вот, кстати, слышите, как меняется звук? Допустим. Все, длительное нажатие кнопки power отключает нашу ванночку. Хорошо. Давайте разберем, посмотрим. Думаю, вот эти четыре винтика, шурупчика, саморезика. Вот, что мы имеем. Как я и сказал, дно приклеен, ультразвуковой излучатель, прямо ко дну, и плата управления. Ну и здесь вот кнопочки с индикатором. Так, вот такая оплата. Ну, что, в принципе, пайка достаточно нормальная. Никаких проблем я здесь не вижу. Нормальная оплата. Так, закрываем. Когда будете собирать, обратите внимание, чтобы вот эти вот провода, шлейф на кнопке управления и провода к датчику все-таки не касались дна ванночки. Потому что там у нас будет вибрировать. Теперь нужно убедиться, чтобы после моей разборки и сборки ванночка осталась рабочей. Попробуем уже на 50 ватт. О, неважно. О, гудит. Вибрирует. Придумал я решетку. Это был старый аквариумный такой отсадник для нереста рыбок. Я им все равно не пользуюсь. И вот там такая была решетка. Я ее немножко подрезал. И отлично входит. До дна не достает. То есть оно держится на углах. И остается промежуток на одном. Все чистят свои кольца, золото, бриллианты, часы, подшипники, мечики, у кого что есть. У меня это, естественно, тоже есть. Но они и так все чистые. Поэтому я нашел что-то погрязнее. Вот этим вещам, видите, да, они грязные. Им намного больше лет, чем всяким там брюликам, которые все показывают и чистят. Например, вот эта вот гильза 25-го года. Да, выпуска. Попробуем ее почистить. Вот эта фиговина тоже не знаю. Тоже где-то тех времен, ну, может быть, 40-е года, где-то 41-42 год провалялась в земле. Тоже, как видите, грязная. Не знаю, что это такое. И вот такая монетка. 10 рейкс финигов. С этой стороны вроде как бы еще ничего, а вот с этой стороны, да, есть малеха грязи. Давайте попробуем. Добавим немножко моющего средства. Вообще, от правильности выбора моющих средств будет зависеть и результат. Если не угадали с моющим средством, то и результат будет плохой. Я не знаю, угадал я с лоском или не угадал. Ну, заодно и проверим. Как вот такое вот средство для стирки белья нам поможет в этом деле. Добавим горячей воды. Сюда входит где-то с пол-литра, наверное, не больше. Намного и не надо. Чистить я буду сразу на 50-ти ваттах. Не знаю, мне кажется, на очистку уйдет где-то не меньше, чем полчаса. Посмотрим максимум, да, полчаса. Но полчаса включать сразу не стоит, не советую. Поэтому давайте минут по 10. Вот так. Прошло где-то полчаса, но чуть больше. Я два раза включал на 15 минут и давал минут 5 отдохнуть ей. Ну и результат, по-моему, стало намного чище. Где наша монетка? Вот на монетке очень хорошо видно, что она стала реально чище. Гильза. Сейчас я промою под обычной водой зубной щеткой и посмотрим поближе. Ну вот смотрите, гильза определенно стала намного-намного чище. Просто реально чище. В принципе, возможно еще процедуру повторить, пару раз и будет вообще идеальный результат. И монетка тоже самая. Стала намного красивее и интересней. Причем, самое немаловажное, что патина осталась. Кто занимается коллекционированием, понимает, что если снять патину, то это все это будет уже мусор. Патина осталась. Но вообще на ценных монетах я бы не советовал использовать стиральные средства, какие-то там моющие, а обычное хозяйственное мыло. Раствор хозяйственного мыла. Это стопроцентная гарантия, что патина останется. Но вот даже вот при помощи геля с патиной у нас ничего не случилось. Монетка стала чистенькая. С этой штукой дела обстоят похуже. Ну еще бы, столько десятилетий в земле все это провалялось. Но открылась смазка застарелая. То есть ее можно еще почистить. Если надо. Но мы попробуем сейчас провернуть эксперимент на другом. Есть у меня вот такой подшипник, который совсем не крутится. Вообще не вращается. И давайте попробуем очистить его. Ну и эту штуку кинем тоже. Поехали! Так. Смотрим. Он уже стал вращаться. Но вращается туго. Почему? Потому что вот эта смазка, которая там, она в этом моющем растворе не смывается. То есть грязь ушла. Он стал вращаться. На ощупь такой чистый весь. Конкретно. Но вот эта мазюка естественно не ушла. Чтобы она ушла, надо воспользоваться бензином, керосином. Ну каким-нибудь растворителем, что-нибудь чем-нибудь, что действительно разъедает вот эти вот жиры. А просто вот водой с порошком, ну вот с данным конкретным порошком, гелем, очень плохо. Надо взять что-то другое. Попробуем вот такое средство для духовок. По идее, одно у нас убирает все жиры, но возможно уберет и вот эту дрянь. И добавлю немного горячей воды. Конечно, раствор будет уже слабеньким. Ну посмотрим. Так. Ну что, давайте посмотрим, что у нас получилось в этот раз. Класс! Как я и говорил, стоит только добавить нормального средства, которое у нас растворяет все эти жиры, масла, и все отмывается и очищается. Вот такая вот небольшая, но как по мне, очень хорошая ванночка. Отлично очищает монетки. Сами можете посмотреть. Результат меня удовлетворил. Подшипник заклинившийся. Ну понятно, что этот подшипник все равно на свалку, его никто ставить обратно не собирается. Но, как демонстрация работы, очень даже пригодился. Так что покупать можно. Единственное, что сделайте вот такую вот решетку. Ну не обязательно это все-таки жесткая. Я бы порекомендовал что-то помягче. Нейлон, капрон, что-нибудь такую сеточку. Чтоб она не доставала дна, и чтобы вещи, которые выложите, не касались дна. Тогда эффект будет лучше. Как пишут в инструкции, можно даже очищать свои пальцы. Из-под ногтей вся дрянь очищается. А также для дезинфекции всяких фруктов, ягод. Это, конечно, выглядит смешно, но так советует нам инструкция. Оля только что подсказала, что еще очень хорошо очищать и дезинфицировать соски, пустышки, бутылочки детские. В общем, что угодно, что хотите, что грязно, ножи, да все, что угодно. Можно ножик положить, помыть и тому подобное. В общем, штука хорошая. Давно ее хотел, но вот приобрел и остался доволен. Ссылочка в описании. выходите, смотрите и покупайте. Всем пока.